Привет, друзья! Сегодня я расскажу о шести самых важных глаголах для тех, кто начинает учить немецкий язык. Мы поговорим о так называемых модальных глаголах, о том, в каких ситуациях их использовать. Если вы начинаете учить немецкий язык, то это видео будет вам очень полезно. Кроме того, в конце видео вас ждет сюрприз. Итак, в немецком языке есть шесть модальных глаголов. Почему их называют модальными? В отличие от всех остальных глаголов, они обозначают не действие, а наше отношение к действию, когда мы можем, хотим или должны совершить действие. Вот эти шесть модальных глаголов. Эти шесть глаголов удобно учить парами. Всего получается три пары, и каждая имеет схожее значение. Сегодня мы рассмотрим основные значения модальных глаголов. Для начальных уровней А1, А2 этого будет вполне достаточно. КОННЕН. МОЧЬ, иметь возможность. Этот глагол используем в ситуациях, когда умеем что-то делать или имеем возможность что-то сделать. ИХ КАНН КОХРН. Я умею готовить. ВИР КОННЕН ХОЙТЕ КОММЕН. Мы можем сегодня прийти. ДОРФЕН. МОЧЬ, иметь разрешение. Чаще всего используем этот глагол, когда спрашиваем разрешение, либо сами разрешаем что-то сделать. Как видите, между глаголами КОННЕН и ДОРФЕН есть довольно большая разница, поэтому запутаться в них сложно. ДАФ ИХ ФРАГЕН? Можно мне спросить? ДУ ДАФСТ ХОЙТЕ ШПАЦЕРН ГЕЙ. Ты можешь сегодня пойти на прогулку. В значении, я разрешаю тебе пойти на прогулку. МЮССЕН. Быть должным, вынужденным. Этот глагол выражает объективную необходимость что-то сделать. Например, есть обстоятельства, которые вынуждают нас так поступить. ИХ МУС ДИ РЕХНУМ БЕЦААЛЕН. Я должен оплатить счет. ИХ МУС ГЕЙН. ЭС ИЗ ЗУ ШПЕТ. Мне нужно идти, уже слишком поздно. ЗОЛЕН. Быть должным, обязанным. Этот глагол выражает обязанность, которая основана на воле других людей. В этом и есть основное отличие от МЮССЕН. МЮССЕН выражает объективную необходимость, а ЗОЛЕН – волю других людей. Мне нужно написать имейл. Это сказал мой отец. ВОЛЕН. Хотеть, желать. Глагол обозначает твердое желание, план. Я хочу спать. ВОЛЕН. Мы хотим поехать в Германию. МЮГЕН. Любить. ИХ МАГ АИС. Я люблю мороженое. ИХ МАГ ХАУСТИРА. Я люблю домашних животных. У глагола МЮГЕН есть особенная форма. МЮШТЕН. Эту форму можно считать полноценным, самостоятельным глаголом, который имеет свое значение. МЮШТЕН переводится как ЖЕЛАТЬ. И в отличие от ВОЛЕН, МЮШТЕН обозначает смягченное желание. ИХ МЮШТЕ АЙН ФАРАД КАУФЕН. Я хотел бы купить велосипед. ИХ МЮШТЕ ТРИНКЕН. Я хочу пить. Друзья, мы рассмотрели основные значения всех немецких модальных глаголов. Помните, в начале видео я обещала для вас сюрприз. Мне очень хочется, чтобы вы не просто посмотрели это видео и забыли все то, о чем я рассказала, а чтобы вы активно проработали тему модальных глаголов. И поэтому я подготовила для вас онлайн-тест, который поможет запомнить значение модальных глаголов. Тест вы можете выполнить бесплатно на сайте моей онлайн-школы. Для этого пройдите по ссылке, которая появится на экране. А затем нажмите на «Записаться на курс». Там же вы найдете текстовый файл к этому видео и одну очень полезную краткую шпаргалку. Спасибо за внимание. С вами была профессиональная преподаватель немецкого языка Оксана Васильева. Пока-пока. Продолжение следует...